здравствуйте дорогие друзья я художник светлана романова а у меня есть несколько каналов на youtube страниц в инстаграме и фейсбуке а в основном канал об искусстве а выставка заходите смотрите если любопытно подписывайтесь но сегодня я буду говорить не об искусстве вернее об искусстве но не изобразительным а кулинарным и так сегодня мы готовим пирог у меня в холодильнике часто бывает тесто слоёно дрожжевое и собственно из него мы сегодня приготовим капусту для начала тесто надо разморозить на это нам нужно где-то часа полтора желательно вот такие два пласта мы достаем так я разрываю упаковочку и выкладываю на нее же тесто чтобы она полежала и дрожжи начали работать два пласта мне хватает для пирога который получается где-то 30 на 30 сантиметров с начинкой и так мы приступаем к начинке сегодня у нас пирог пирог с капустой нам понадобится где-то одна треть а может быть половинка средненького кочана вообще начинки много не бывает она потом может пригодиться как гарнир к мясным или рыбным блюдам поэтому лучше сделать ее чуть больше вообще начинка в пироге достаточно много и должно быть ну мне так нравится капусточку надо пошинковать мелко так она быстрее у нас потушится и не будет крупных каких-то элементов если капуста слегка суховато такое бывает то можно немножко при тушении добавить водички потом эта водичка испариться но капуста будет быстрее тушиться и будет сочнее в итоге так у нас уже есть сковородочка и вот туда собственно я отправляю капусту если там будет немного водички то можно даже тушить без масла масло особенно не нужно можно кусочек небольшой например сливочного масла положить вторым ингредиентом у нас будет лучок ну тоже не особо никаких сложностей здесь нет лук самый обычный не сладкого там не красного лука я для этого блюда не беру лук чистим снимаем его шелуху ну как чистит лук наверное практически все умеют но если вдруг кто-то с луком первый раз знакомиться посмотрите достаточно быстро его очистить можно обрезав его с концов и далее мы тоже начинаем его шинковать тут и кто-то может быть прольет несколько слез кулинарного счастья ничего страшного говорят все микробы убивает даже если лук будет очень горькие едки конечно при тушении вся горечь уходит здесь опять же все просто вообще пирог достаточно простой ну да там где-то если вы вместе с разморозкой все-таки потратите какое-то время ну размораживать тесто можно положить заранее общее время на тушение овощей наверное может уйти минут 20 и еще где-то полчасика может уйти собственно приготовление пирога в духовке то есть час а то и полтора надо иметь меня есть в холодильнике замороженная морковка мне нравится это достаточно быстро всегда ее можно достать я ее готовлю сама пищу потом шинкую и она у меня лежит и ждет своего часа потом вот так кидаем ее в холодильничек закрываем крышечкой и она вот так быстренько доходит так ну далее вот так вот помешиваем лопаточкой там уже лучок капустка морковка какие же специи мы добавляем а добавляем мы довольно много специи специи я люблю а именно лавровый листочек конечно же конечно же пару листочков куркума она дает свет и вообще полезная такая вещь даст такую начинке приятную красивую желтизну чесночок измельченный но можно и пару зубчиков свежего чесночка было кинуть ну в данном случае такой чеснок посолить конечно милое дело немножко посолим поперчим перец я тоже люблю молоть сама не из перцев добавим щепотку но не только это не только это что может быть еще и специи давайте посмотрим у кого что есть на полочке спец я обычно использую ну просто по налить по наличию тех или иных в данный момент так и что же у нас еще есть смотрим 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 тушим 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 а есть у нас еще тмин семена тмина очень люблю добро капусту ну и вот в такую выпечку с капустой с морковью мне запах привкус вот этот тмина очень нравится и тмином же мы посыпем пирог сверху этого потом увидите на фотографии вот тоже привнесет некоторую изюминку вместе с этими ингредиентами мы еще добавим к ним к этим ингредиентам вареное яйцо парочку яиц наверное будет достаточно мы их измельчаем в стакане вилочкой и добавляем уже готовую начинку ну в принципе уже начинка практически готова осталось перемешать чуть-чуть дать ей постоять а потом обязательно охладить горячую начинку тесто при приготовлении не стоит класть потому что тесто может как-то поплыть и будет чересчур влажным вот так выглядит начинка начинка сама уже по себе очень вкусная поэтому попробовав ее вы поймете что может быть пирог то и не надо было готовить а вполне себе почти что уже обед готов но нет тем не менее мы продолжаем готовить пирог о а и специи у меня еще нашлись французские травы смесь трав так скажем провинциальские ну щепоточку можно тоже добавить ну со специями надо тоже быть осторожными ну все делаем по вкусу вообще если такой начинки как гарнир гарниру кусок любого мяса или птицы то это уже полноценное второе блюдо так ну с начинкой мы разобрались теперь приступаем к тесту тесто мы раскатываем немножко с припорошив мукой я на силиконовом коврике это делаю вот не оказалось у меня под руками скалки поэтому раскатывать буду обычной бутылкой на самом деле любая пластиковая ну или большая стеклянная бутылка для этого вполне пригодится для круассанов говорят тесто не надо раскатывать и особо сильно мять но ты пирога я люблю тоненькое тесто поэтому вот эти два пласта где-то 20 на 20 я их увеличиваю чтобы они были где-то сантиметров 30 с небольшим сам процесс тоже не сложный главное тесто не порвать вообще конечно тесто можно использовать и приготовить его самим не так-то сложно возможно я тоже дальнейшем сделаю об этом видео ну иногда просто времени не так много и вручает покупное уже готовое тесто и так мы раскатываем два пласта первый пласт у нас будет основы для пирога как бы его донышком а вторым пластом мы начинку закрываем ну вот тесто наше готово слегка его опять же мукой фиксируем как видите она не липнет к рукам вполне пластичная и можно его выкладывать уже или форму или на противень если вы видите у меня лежит кусочек пергаментной бумаги на противень и принципе тесто довольно жирное будет поэтому нужно даже маслом если есть бумага ничем не смазывать просто на бумагу положить ну против наверное если вы форме будете то да можно смазать маслом сливочным или маргарином начинки я выкладываю достаточно много и ее как бы уплотняю можно конечно уплотнить уже когда накрыв тестом тоже так еще прихлопнуть ладошечкой до чтобы пирожок был такой плотненький чтобы он потом не развали будете резать кусочки по объему я где-то выкладываю начинки чуть больше сантиметра сантиметра полтора вот так вот по краям оставляю где-то сантиметра также полтора чтобы зафиксировать два пласта теста склеить их друг с другом для склейки нам понадобится одно два яйца принципе может хватить одного но если вы хотите пирожок сверху тоже еще смазать лицом чтобы он имел красивую корочку такую глянцевую то может понадобиться и полтора два яйца ну вот так вот выложили по краю промазываем яйцом чтобы тесто хорошо склеилось и сверху тоже промазываем когда второй пласт положили тесто склеили тоже сверху промазали кисточкой яйцо и можно посыпать тмином в качестве декора на всякий случай проткните в нескольких местах сверху тесто вилочкой но это на случай если там вдруг окажется воздух тесто начнет подниматься чтобы этот воздух выходил ну собственно вот и весь процесс приготовления духовку уже разогревается готовить будем при температуре 180 градусов минут 25 примерно ну посматривайте чтобы пирог не подгорел сверху ну собственно и процесс на этом заканчивается вот так уже выглядит готовый пирог с глянцевой корочкой посыпанный тмином пирог улетает достаточно быстро с бульончиком это полноценно блюдо к обеду надеюсь вы попробуете ингредиенты несложные тем не менее я напишу внизу с какие продукты нам нужны а вас я приглашаю на другие мои каналы там прямо жилописи рисунки о выставках о путешествиях буду рада в типа за внимание до свидания до новых встреч